Всем привет! С вами Стройгарант Анапа и меня зовут Юлия. Сегодня мы с вами находимся в тихом, спокойном месте в станице Гастагаевская, чтобы пообщаться с людьми, которые приобрели у нас одноэтажный дом в 65 квадратных метрах. Пойдемте познакомимся с ним. Здравствуйте! Здесь вот небольшие подарочки от нашей компании. Спасибо большое! Проходите! Спасибо! Проходите, присаживайтесь! У нас у вас чайник для пепелок. Мы собирались чай попить. Спасибо вам! С новым свидетелем! Алексей Викторович, Наталья Михайловна, расскажите нам немного о себе и из какого города и как вы решились на переезд? Ну мы как бы не то что из города, мы вообще из поселка, зовут Ильича. Хабаровский край, Хабаровский край, Дальний Восток. Решались мы на переезд очень долго. Ну лет, наверное, пять. Мне кажется, больше. Сереже было, наверное, года два, а сейчас ему одиннадцать. Это девять лет мы собирались на переезд. Очень долго выбирали, куда мы будем переезжать. Вот с нашего поселка. Уже собирались переезжать. Сначала собирались переезжать в Сочи. Потом вроде как-то что-то нам не понравилось. Мы отставили свою идею. Отставили родня, вроде была не очень рада бы нашему переезду. Уже даже строить дом начали там. Все, у нас уже дом начал строиться, уже возводиться все. Тут мы в очередной раз, как бы обстоятельства так сложились, что мы все-таки решились. Решились очень быстро. Наверное, полгода, да, мы с тобой искали, выбирали именно конкретную станицу. Мы выбрали, что это будет Анапа. У нас было много вариантов. И вот, да, вот как вы из всех населенных пунктов в Анапском районе именно на Гастагаевске остановились? Это просто было действительно по большим отзывам, больше как по отзывам, по видео. И вот благодаря вот живым отзывам, не только те, которые в Ютубе или еще где-то, а вот именно живые люди, которые здесь живут, развеяли очень многие мифы. Особенно на Дальнем Востоке есть такой миф, что кубанцы очень агрессивные. Они плохо относятся к приезжим. И вот общаясь с людьми, которые здесь живут, не первый год живут и даже больше десяти лет, мы получили подтверждение тому, что это всего лишь миф. Приехав сюда, да, ну, может быть, не так давно и как бы еще не сталкивались с людьми, но на данный момент нас устраивает полностью все. И люди, и школа очень. Дети вот нас меняли, сын менял не одну школу и говорит, лучшей школы не было в Ютубе. Очень доволен, и дочка довольна школой. Как бы скорее по живым отзывам, да. Ну и плюс это все-таки тихий, очень спокойный район. И в то же время это все-таки центр, через него проходят все основные дорожные магистрали. То есть выехать туда или туда, в разные районы можно легко уехать. Это не проблема. А то место, да, вот как вот сейчас здесь, в данном месте дома находятся вообще прекрасно, прям тихо, спокойно, да. До дороги буквально чуть-чуть, вроде бы вот она дорога за окном, но шума дороги мы не слышим. Стим спокойно, птички чирикают. Речка, конечно, у нас очень глубокая рядом. Уступиться там не получат. Вторую половину тоже нам рядом. Ну, в любом случае, речка это своя определенная природа. Белки тут, смотрю, бегают довольно-таки так активно. И птички чирикут, хорошо. А подскажите, пожалуйста, а как вы пришли к тому, чтобы выбрать готовый дом именно у нашего застройщика? Устроя Грантанапа. Тоже долго решались? Ну, да, очень долго. Прям вообще. Вот я начал, можно сказать, там у нас в Хабаровском крае, начал строить дом. Как бы интересовался все строительство. Я сам не строитель, я вообще. Просто и одежда, и смирная. Вот, и начал строить дом. Интересовался всем этим делом. Ага. Ну, он был разговор с пругой, там, по части того, что вот, там, дом, может быть, там, не так построен, там, еще что-то там. Это самое, я ее убеждал, что, да, хорошая компания, все они строят, у них многолетний стаж, там, все это. Ну. Я сначала прикопалась в кормопояс. Да. Он мне доказывал очень долго, что кормопояс все-таки соблюдается, и он закладывается в положение. Потом я говорю, я знаю, что Черноморье, это обязательно сейсморайон. Там могут быть землетрясения. Как насчет сейсмоколон? Он меня убеждает, как бы я не видел. Это, знаете, вот это показывает, ему говорят, это показывает тебе, а потом, ну, как бы, вот, имитирует все это. Он мне показывал разные варианты. Потом вот образы, да, людей, которые уже построили. Да, как фундамент заливает, и как все, вот, как вообще ваша компания работает. Все, вплоть до, начиная с фундамента до кровли. Все, все хорошо, все, все нормы соблюдаются, все расположено, как бы это самое. Ну, я, как, можно сказать, начинающий строитель, ну, не нашел просто никаких минусов. Вот, поэтому и вот убежал с супругой. Месяца три он меня убеждал. У нас были жаркие споры вечерами. Дети говорят, когда вы хотите ссориться, когда вы прекратите ругаться. Я, нет, не может человек строить не для себя и построить хорошо. Ну, вот, он меня долго убеждал, пока я не убедилась, что, да, вот. То, что компания, да, вот именно, вот, подходит ответственно к работе все, и внутренняя отделка. Вот мы когда даже на видео смотрели, нам дом вообще не понравился, как можно сказать. Вот так вот. Вот вроде бы и не понравилась ванна, какой кафель там. А когда мы пришли и увидели воочию это все это, то, в принципе, вообще, вообще по-другому. А еще мне очень, с одной стороны, странно, вот аж мурашки по себе, странно, да, удивительно. И я не знаю, как у вас это так получилось. Вот у нас застройка, у меня не застройка, а три дома. Первый заселились, первый купил вообще дальний дом, потом заселились средний. Мы самые последние. И мы чудом этот дом, как бы, взяли, получается. Вот его уже собирались другие выкупать, друзья, вот, наших соседей. И мы, как бы, забираем этот дом, и те, вроде как, знаете, вы настолько, вот, в вашей компании так получилось как-то подобрать, что мы все трое подобрались однотипно. У меня такое ощущение, как я приехала чуть ли не было, знаете, к очень близким друзьям, к хорошим знакомым. Они и душевные люди, и хорошие, и, как бы, сразу плавно совместные идут. То есть, давайте вот тут, давайте там. Их идея нравится нам, наша идея нравится им. Даже, вот, знаете, вот, удивительно, вот тот мужчина, да, вот, не знаем, еще первый дом, второй, Вадим, он умеет одно, этого не умеет Алексей. Зато Алексей умеет другое, чего не умеет Вадим. И вот это вот, даже оборудование. У нас там одна техника, да, прям какая-то по хозяйству, а у тебя другая. Ну, за то, чем там, филы, молотка, которые у всех нужны. Вот даже вот такие вот мелочи, когда мы соединяем все-все втроем, получается такой, прям, мини-комплекс такой универсальный, замечательный. Какой-то, да, у нас хозяева первого дома говорят, что у них здесь свой мини-мир. Да, да, да. А вот при выборе дома на что вы обращали внимание в первую очередь? То есть это качество строительства, это близость к цивилизации, или это стоимость, или это все вместе было у вас? Ну, вообще, близость к цивилизации тоже было, конечно, да. Да, у нас дети как-то в школу ходят, как бы это самое, до этой школы близко, а до дальней как бы далековато ходить. Вот, ну, у нас все равно дети, получается, в одну школу пошли, все это... Не стали мы их разговаривать. Благодаря тому, что, да, у нас дочь с красным дипломом там, отличница, вот, и их там все вместе собрали, ага, в одну школу. Мы не жалеем сейчас, что из тех вариантов, которые мы выбирали, мы все-таки выбрали это. Никакого сожаления нет, мы абсолютно довольны этим. Поэтому, если кто соберется переезжать, еще что-то мы... Ну, скажем так, можем по себе, по своему опыту сказать, что ваша фирма... Мы не знаем, как в дальнейшем это будет, конечно, спустя годы там и все это... Какие-то моменты могут, конечно, вылезти из дома, но это в любом случае может быть. Но то, что вы относитесь ответственно и качественно к сыровой работе, мы можем людям это сказать. И, в принципе, и до города Анапы недалеко. Вот на машине вообще, можно сказать, прям, ну, не замечает время. Баховская в Анапе. На автобусе, да, маленько подольше, как бы, учитывая то, что останавливается на каждой остановке. А так-то на машине вообще, прям, Баховская в Анапе там. Если у вас какие-то пожелания, можете передать приветы друзьям, знакомым. Друзьям знакомым, мы, конечно, передаем приветы в Анапе. Да, сейчас есть резкую связь, да, что мы передаем прям приветы. Ну, так, в принципе, да, кто будет нас видеть, всем привет. Или, могу точно сказать, даже кто будет не родственником, могут сказать, что приезжайте, хорошо, все, блогеров можете не слушать, это все ерунда. Вы, вашу компанию приглашаем к нам через годик, это будет актуально, да. Спасибо. Какое-то время увидеть, то есть это сейчас два-три дня, и у нас там что-то через год, это уже будет как-то более… Мы тебя обустроимся, да. Да, и мы будем не такие, может быть, эмоциональные, более реальные… Вы уже, да, уже такими глазами будете смотреть. Да, да. Что-то мы, может быть, скажем, новое интересное. Вас мы приглашаем, ну, а все знакомы, родных мы и так приглашаем, всегда, всегда. Спасибо большое вам за отзыв. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо вам за чай вкусный. Не за что приходите, очень приятно было вас встретить в своем доме. Спасибо. Пока не уютно, но уже своем. Спасибо большое за то, что ваша компания реализовала вашу мечту, построила наш дом, и мы теперь можем жить в своем собственном доме. Спасибо огромное.